привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня мы поговорим о замечательном эффекте который космонавт владимир дженебеков наблюдал в 1985 году во время своего полета на космической станции салют 7 он увидел как гайка барашек слетевшая со шпильки неожиданно переворачивается в полете потом переворачивается еще раз и еще раз сохраняя направление своего вращения этот опыт потом повторяли и другие космонавты с разными предметами и когда мы наблюдаем этот эффект возникают два вопроса почему переворачивается вращающийся предмет и почему это происходит так резко и ответ на первый вопрос был дан еще в 1834 году французским математиком и механиком луи пуансо в трактате новая теория вращения тел и называется этот ответ теорема о неустойчивости вращения вокруг средней оси а пояснить эту теорему мне будет удобно на примере вот этого прямоугольного ящика когда он вращается вокруг красной оси момент инерции при вращении вокруг этой оси максимален потому что части тела максимально удалены от оси когда ящик вращается вокруг синей оси момент инерции напротив минимален а вот при вращении вокруг зеленой оси момент инерции оказывается промежуточным между максимальным и минимальным и именно при вращении вокруг этой оси движение тела оказывается неустойчивым и вот я делаю бросок вокруг оси с максимальным моментом инерции вращение устойчиво вращение вокруг оси с минимальным моментом инерции тоже устойчиво а теперь ось со средним моментом инерции и ящик не вращается устойчиво, но переворачивается в полете. Пуансо доказал свою теорему, используя математические методы, развитые величайшим математиком 18-го столетия Леонардом Эйлером. А вот объяснение на пальцах, почему вращение вокруг средней оси неустойчиво было придумано относительно недавно, и это сделал Терри Тао, выдающийся математик наших дней, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. И сейчас я вам это объяснение попробую рассказать. Представим себе находящееся в невесомости модельное тело. Крестовину, на двух концах которой закреплены тяжелые грузы, а на двух других легкие, много меньшей массы. Момент инерции такого тела относительно красной оси будет самым большим, относительно синей оси самым маленьким, а относительно зеленой средним. И пусть это тело вращается вокруг зеленой оси, так что массивные грузы движутся по окружности. Вектор момента импульса направлен вдоль этой оси, и он не может меняться по закону сохранения момента импульса. Момент импульса создается в основном тяжелыми грузами, и из закона сохранения следует, что и дальше тяжелые грузы всегда будут вращаться вблизи той же окружности, что бы ни происходило с этим телом. А теперь нам будет удобно перейти в неинерциальную систему отсчета, вращающуюся вокруг зеленой оси вместе с тяжелыми грузами. Допустим, что перекладина с легкими грузами немного отклонилась от оси вращения. Во вращающей системе отсчета на эти грузы будет действовать центробежная сила, которая станет отклонять перекладину от оси и делаться все больше и больше, пока перекладина не развернется на 90 градусов. Но перекладина не останется в этом положении, а проскочит его по инерции. Теперь центробежная сила будет тормозить грузы, пока они не остановятся, развернувшись почти на 180 градусов. А дальше перекладина с грузами будет качаться туда-сюда, как маятник. А теперь надо посмотреть, как такое движение происходит в инерциальной системе отсчета. И для этого я приготовил крестовины, похожие на ту модель, которая обсуждалась в теории. Ну вот правда, у нас тут в комнате нет невесомости, но мы можем создать ее на короткое время, взяв и подбросив такую модель и сняв ее движение на скоростную камеру. И вот мы видим, как легкая перекладина переворачивается, переворачивается еще раз и пытается перевернуться в третий раз. А тяжелая зеленая перекладина действительно вращается почти в одной плоскости в соответствии с законом сохранения момента импульса. А вот еще один вариант такой модели, которую мы снимаем, направив камеру на потолок. вот первый переворот, затем она делает несколько оборотов в таком положении, вот второй переворот, и мы ловим модель руками, потому что она падала прямо на объектив. И теперь я понял причину одного явления, с которым столкнулся еще во втором классе, когда записался в авиамодельный кружок, и мы делали там вертолет-муха, вот такой пропеллер на палочке. И если палочку сделать недостаточно длинной, то получается, что при запуске вертолет ведет себя крайне неустойчиво, и запустить его невозможно. Но если ее чуть-чуть удлинить, ну или что-то же самое, утяжелить снизу, я надел здесь алюминиевое колечко массой меньше одного грамма, то полет становится устойчивым. И такой вертолет можно запустить на высоту до нескольких метров. И все-таки у нас остается вопрос, почему при хороших запусках в невесомости вращающийся объект зависает на несколько оборотов так, будто его вращение устойчиво, а потом резко, за один оборот, теряет устойчивость и переворачивается. Чтобы ответить на этот вопрос, мы построили вот такую установку, которая отчасти имитирует эффект Дженни Бекова. Во-первых, здесь имеется рама с двумя массивными грузами, которая может вращаться вокруг горизонтальной оси. Во-вторых, и сейчас я освобожу ниточку, здесь имеется перекладина, которая может вращаться вокруг своей оси. А теперь я хочу задать вам и себе такой вопрос. Что будет, если я расположу перекладину вдоль оси, а потом резко крутну раму? Но прежде чем делать такой опыт, я хочу пописать немножко теории. И мы будем считать, что грузы, закрепленные на рамке, достаточно массивны, чтобы она вращалась с практически постоянной угловой скоростью омега. И как в рассуждении Терри Тау, мы перейдем во вращающуюся нейронициальную систему отчетов, в которой рамка вообще покоится, ну а соответственно на грузы будет действовать центробежная сила в этой системе отчета. Вот я здесь изображаю, и эта сила, действующая на каждый груз, равна m омега в квадрате, а здесь стоит r на синус альфа, это расстояние от оси вращения до груза. Ну теперь посмотрим, что происходит, когда углы отклонения малы. Сила пропорциональна синусу альфа, ну стало быть угол альфа мал, синус его мал, и сила соответственно мала. Ну и вообще, если бы могли выставить грузы в точности вдоль оси рамки, то у нас сила была бы равна нулю, и они бы здесь так и находились в таком положении. Но это конечно только в теории. На практике всегда будет уголок, коромысло начнет поворачиваться, сила начнет тоже вместе с этим расти, ну и соответственно грузы будут отклоняться быстрее и быстрее. И потом, как уже было сказано, сила станет максимальной центробежной при повороте на угол 90 градусов. Ну правда плечо этой силы уменьшится до нуля. Если написать момент вращающий, то у нас в нем будет r синус альфа на косинус альфа, там соберется все в синус двух альфа, вот я его здесь тоже выписал. Ну и у нас вот это положение проскочится по инерции, коромысло качнется в другую сторону и будет так в теории при отсутствии потерь качаться туда и сюда. А теперь мы посмотрим, что происходит в реальном эксперименте. Я выставил коромысло вдоль оси рамки, насколько аккуратно смог это сделать. А теперь резко приведем рамку в движение. Ну и все произошло слишком быстро. Наверное надо посмотреть на то, что здесь случилось в замедленной съемке. И вот рамка пришла во вращение, и коромысло почти сразу начало отклоняться от ее оси. Оно качнулось в противоположную сторону, потом качнулось обратно, но угол, на который коромысло подходило к оси, с каждым разом становился все больше и больше. Отчего же у меня не получилось сделать так, чтобы коромысло зависало вдоль оси рамки на несколько оборотов рамки? Может быть, трение в подшипниках слишком велико? Но нет, я кручу коромысло, и оно вращается очень и очень долго. Но есть еще одно предположение. Может быть, дело в том, что я начал раскручивать рамку, и коромысло начало двигаться одновременно с этим раскручиванием, а не после того, как рамка была уже раскручена, в соответствии с теоретической моделью. Но я сейчас делаю вот что. Я обвяжу ниточку вокруг рамки и коромысла, а потом пережгу эту нитку уже во вращении рамки с помощью горелки. Нитка перегорела, коромысло качнулось, зависло на чуть-чуть, качнулось еще раз, и еще раз. Некоторое улучшение, конечно, есть, но оно не слишком значительно. И тем не менее, я должен сказать, что пока мы придумывали эту установку, отлаживали ее и экспериментировали с ней, наше понимание того, как и почему происходит эффект Дженебекова, заметно улучшилось. Но теперь настало время перейти к нашему заключительному вопросу, и он, естественно, будет таким. Почему же все-таки нам не удается получить на этой установке такого же зависания оси, как у космонавтов в условиях невесомости? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok